Шайба с надписью СССР заставляет его широко улыбнуться. Фотосессия легенды за час до официальной церемонии. Рядом родственники и друзья. Кажется, что волнуются все, кроме него. На красной ковровой дорожке звезды хоккея разных лет. Павел Бурет, Стив Айзерман, Александр Якушев, Владислав Третьяк и многие другие. Он действительно достоин не только своей игрой, но и джентльмен на льду. Вы никогда не видели, чтобы он грубо играл. Он очень много забивал. Он был прекрасным капитаном. Он один из самых талантливых игроков, которых я встречал. Нужно признать, что он был блестяще подготовленным атлетом, с высочайшим уровнем мастерства. Вместе мы добились большого успеха. Игра с ним в одной линии – это лучшие годы в моей карьере. И вот наступает самый волнительный момент. Почетный знак Федорова вручает его друг и партнер по команде Игорь Ларионов. Зал замирает в ожидании речи. Я хочу поблагодарить, прежде всего, моих родителей. Мою маму. Я не знаю, как мы это сделали, но мы здесь. За пять минут было очень сложно что-нибудь донести до слушателей. Была идея сказать даже по-русски всю свою речь. Но, естественно, это немножко преувеличенная фраза. Поэтому я хотел просто показать, что это событие самое важное в моей жизни. И те люди, которые мне помогли в жизни, в карьере, показали на меня положительное влияние, я хотел их отметить в своей речи. Закрытая вечеринка, посвященная событию, проходила прямо в зале хоккейной славы, где взгляды снова были прикованы к Сергею Федорову. Даже кубок Стэнли в его присутствии был обделен вниманием, потому что трофей останется здесь надолго. А главный менеджер ЦСКА вскоре вернется в Москву.